В военных действиях, которые длились почти 4 года и стали в истории человечества самым крупным вооруженным столкновением в различные периоды войны, с обеих сторон одновременно сражались от 8 до 13 миллионов человек. Применялось от 7 до 19 тысяч самолетов, от 6 до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 до 165 тысяч орудий и минометов. Окупанты планировали одержать быструю победу, но просчитались. Советские войска измотали противника в кровопролитных сражениях, вынудили перейти его к обороне на всем германо-советском фронте, а затем нанесли врагу ряд крупных поражений. Фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 года в 22.43 по центральноевропейскому времени, в 00.43 9 мая по московскому в пригороде Берлина. Он вступил в силу в тот же день в 23 часа 1 минуту. 9 мая указом Президиума Верховного Совета СССР был объявлен днем победы над фашистской Германией и днем всенародного торжества. О переломных моментах войны и о победе поговорим с гостем студии Валерия Тимошенко, доктор исторических наук, доцент высшей школы педагогики и истории Педагогического института Тихоокеанского государственного университета. Доброе утро, Валерий Николаевич. День Победы прежде всего. И вас также. Давайте начнем с того, вот самого переломного момента, когда он произошел в войне, когда стало понятно, что Германия проигрывает. Это Курская битва. Вот после Курской битвы уже и в генеральном штабе германской армии, у многих офицеров было уже понятно, что война будет проиграна. И не случайно через несколько, некоторое время было совершено покушение на Гитлера, попытка его убрать и выйти из войны, каким-то образом договорившись с американцами. Курская битва – это переломный момент. К тому моменту понятно, что, конечно же, в войсках у каждого из тех, кто сражался на фронте, силы уже заканчивались, потому что это невероятно тяжело. Но вот после Курской битвы, после того момента, когда стало понятно, что действительно мы идем к победе, по крайней мере, что фашист ослаб, силы остались у наших солдат. И вот дала ли Курская битва какое-то новое ощущение силы? Да, потому что у всех солдат было ожидание наступления. Наступление именно теперь на Германию. И после белорусской операции, когда наши уже вошли в Польшу, пройти огромное расстояние от Польши практически до Берлина мы прошли за 20 дней. То есть настолько был порыв солдат взять штурмом в Берлин и закончить эту войну. Но не все части дошли до Берлина. Кто добрался до этой точки? Ну, во-первых, я бы не сказал, что каждый солдат мечтал быть в Берлине, потому что фронты были разные. Одни фронты наступали, скажем, на Югославию, в южном направлении. Понятно было, что в Берлин они не войдут. Или Карельский фронт, который вошел в Норвегию, в Финляндию. Понятно, что они тоже не дойдут. Но вот белорусские, два украинских фронта, да, они рвались в Берлин, рвались, так сказать, в Победе. Когда враг отступил от наших территорий, вот на этих территориях сразу начали уже налаживать жизнь обычных людей или нет? Сразу же. Ну, во-первых, не вся территория Советского Союза, вернее так, немецким войскам, не по всей линии границы удалось отодвинуть нас. Ну, допустим, на Карельском фронте, на севере, в районе Мурманска, немцы так и не смогли практически даже пересечь границу. Там войска стояли насмерть. Ну, а когда уже освобождались территории, я просто сужу по своей матери, которая была в оккупации Смоленской области, у них немцы жили в доме, и в 43-м, когда их освободили, их тут же эвакуировали. Эвакуировали в Алакаланск под Москвой. А расскажите, пожалуйста, исходя из исторических сведений, как капитулировала Германия? Все-таки мы все знаем, был подписан тот самый акт, но вот сам процесс из чего складывался? Надо сказать, что Германия капитулировала по частям. Первая капитуляция, которая произошла, это было 29 апреля еще. Капитулировала группировка немецких поиск в Италии, естественно, союзникам. А сам акт о капитуляции, о том, что нужно такой акт составить и подписать, эту идею выдвинул американский президент Рузвельт в 43-м году на конференции в Касабланке. Он же поручил американским юристам подготовить текст этого акта о капитуляции. И уже 7 мая 45-го года во французском городе Ренце союзники предложили подписать акт о капитуляции Германии. Наше руководство запросило Москву, что нам делать в этом случае, союзники уже готовы подписать акт о капитуляции. Москва молчала, но поехал туда один из наших представителей генералов и подписал этот акт. А буквально через несколько часов пришла телеграмма Сталина акт не подписывать. Сталин был возмущен. Он говорил, что главная его претензия не к тексту, а к тому, что акт о капитуляции должен подписываться в Германии, в побежденном Берлине, откуда пошел фашизм, там и должен быть подписан акт о капитуляции. И Сталин направил союзникам телеграмму, требование буквально, ну, заново подписать акт о капитуляции. И Черчилль, допустим, сразу согласился. Да, Советский Союз внес большой вклад, и резонно было бы действительно пойти ему навстречу. Поэтому второй раз уже был подписан акт о капитуляции, вот то, что вы сказали, это было в ночь с 8 на 9 мая уже в Берлине, в пригороде Берлина. Вот, и подписывал его уже маршал Жуков. Есть и плавные тези. Сталин видел акт о капитуляции, текст самого, его попросили внести какие-то поправки, если что. Он, в принципе, согласился с текстом акта о капитуляции. Единственное, что он добавил, это попросил заменить слова «армия Советского Союза» на «красную армию». Вот, а так текст вполне юридически очень был обоснован. Ну да, вот в главных тезисах что было прописано в самом акте? Это полная и безоговорочная капитуляция со всеми вытекающими последствиями. То есть ни правительства немецкого не будет, будет власть оккупационных властей. И все указания, значит, союзников должны выполняться неукоснительно. И потом уже министр иностранных дел последнего германского правительства Дейнса, он выступил по радио с обращением к немецкому народу, он попросил то же самое, что не сопротивляйтесь, делайте то, что будут приказывать союзники. Валерий Николаевич, ну раз уж вы сегодня в нашей студии, вы уже упомянули про свою маму, я так понимаю, что у вас тоже есть личные семейные истории, связанные с войной. Да, у меня удивительная история с дедом. Он погиб в 43-м году на Курской дуге, но так получилось, что у меня не было никаких документов, поскольку дом сгорел в Волоколамске, и все документы сгорели, я даже не знал, где он похоронен. И вот через сайт Министерства обороны зашли в архив, я знал только его, что он Егоров, Иван Егорович. Нашли его, нашел я по похоронке, которая была отправлена на имя моей бабушки, Егоровой Ксении Федоровны. Ошибок быть не может. Вот, нашел деда, а потом увидел, что Смоленская область, Кармановский район, а Михаил Егоров, который водрузил знамое Победы над Рейхстагом, тоже оттуда. И у меня возникла мысль, а не родственник ли он? Моя дочка начала поиск, вышла на родственников Михаила Егорова, и потом подключился брат мой, который живет в Москве, у нее там кое-какие фотографии сохранились. И, в общем-то, установили, что моя мать – это двоюродная сестра Михаила Егорова, который водрузил знамое Победы над Рейхстагом. А стало быть, мой дед – его дядя. Вот такие вот истории. И об этом я узнал буквально вот недавно. Мурашки побежали по телу, действительно, нет, наверное, ни одной семьи, кого не коснулась бы война. И спасибо всем, кто сражался за мирное небо над головой. Вам спасибо большое за это утро. С праздником вас. Еще раз праздником вас. У нас в гостях был Валерий Тимошенко, доктор исторических наук, доцент высшей школы педагогики и истории педагогического института Тихоокеанского государственного университета.